Привет всем! Давайте сегодня поговорим об изготовлении коньяка в домашних условиях. Рецепт мне дал очень хороший знакомый. Долгое время я у него допытывался, но в конце концов он сдался. Делает он его уже не первый год. По вкусовым качествам он не отличается особо от натуралов, французов, которые хранятся годами в дубовых бочках. Конечно, разница есть, это никто не спорит. Но мы будем делать из того, из чего у нас есть, и в тех условиях, в которых у нас есть. Вот эта баночка, ровно неделю она стоит. Она сейчас только, видите, какой цвет уже приобрела. Буквально за неделю. Использую я спирт. Это у меня идет, в данный момент, это сырец, так называемый чача. Это тройная перегонка чистого вина. Без грамма дрожжей или сахара. То есть, это обычное красное вино, перегнанное на самогон. Спи изначально, потом прошедшая тройную очистку и дважды еще перегонявшаяся. Очищал я ее молоком и яйцом. В конце, значит, была уже максимальная степень очистки, которую я смог достичь это активированным углем. Вот сейчас на ее основе мы будем делать. Значит, что нам для этого понадобится? Щепки дубовые. Для этого нам понадобится вот семочка винограда, промытая, просушенная. На палец неполный граненый стакан и один маленький лимончик. Вот, по вкусу. Значит, берем трехлитровую банку. Значит, крепость в данный момент моей чачи 85 градусов. Она у меня, видите, была закатана. Так я и оставил эту бирку. Значит, дубовых щепок по объему, занимающий на 3 литра, примерно 0,5. То есть, где-то 0,5 литра они занимают у нас объема. Загружаем их сюда. Забрасываем. Замазываем. Вот так вот. Все. Значит, изначально они будут плавать все под верхом, а уже позже опустятся на дно. Значит, дальше наши семечки виноградные. И дальше не реженный, целый, такой, какой он есть, цельный, кидаю сюда лимончик в угол. Все. Заливаем все это нашей чачей. Понятно, что это рецепт. Может быть, кто-то скажет, что это ерунда. Это не натуральный. Да, не натуральный. Но вы попробуйте повторить натуральный. Вот и все. Значит, сейчас мы доливаем ее доверху. Закрываем и ставим ее в темное место. Я лично ставлю в подвал. Значит, храню я их. Как бы я этим делом не употребляю, не злоупотребляю. Храню их не меньше двух-трех лет. Вот у меня уже там лежат такие, только в 10-литровых банках. Это я когда-то чачу давным-давно еще и покупал, не производил сам. Вот в этом году начал только делать уже свое, свой натур-продукт. Вот, ребят, кому понравилось, поставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. И все. Удачи всем. Вот получается у нас вот такая вот мучача в данный момент. А это вот уже ровно неделя. Вот воскресенье прошлое я снимал. Вот ровно за одну неделю у нас уже вот таким стал цвет. Довольно-таки уже радует глаз. Все, ребят, удачи всем. Продолжение следует...